На прошлой неделе у нас были не только поражения, но и были перемоги, потому что власть заявила и рассказала нам о том, что Еврокомиссия, это фактически правительство Европейского Союза, квазиправительство Европейского Союза, выделило помощь Украине в размере 600 миллионов евро. Напомню, что это первая часть из ранее оговоренного транша в 1,2 миллиарда евро. Еврокомиссия сегодня в условиях ковида фактически помогает многим странам, среди них Грузия, Тунис, Украина, преодолеть экономические последствия пандемии ковида. Но если первую часть этого кредита выделили фактически безусловно, то вторую часть, которую обещают выделить чуть попозже, будут выделять только при условии выполнения Украины целого ряда условий. Среди этих условий для получения второй части кредита нам потребуется осуществить реформу судебной и налоговой таможенных систем, приложить усилия для улучшения бизнес-климата, что это означает, я до сих пор не могу понять, а также внести изменения в структуру государственных предприятий. Только тогда Украина сможет получить вот этих 1,2 миллиарда помощи, то есть вторую часть от этих 1,2 миллиарда помощи. Но это не совсем помощь. На самом деле это кредит, это очередной кредит. И хотя он выделяется на 15 лет и вот под относительно небольшую сумму в 0,125 процента, но в целом, но даже этих 0,125 тысяч процента, это 750 тысяч евро процентов, которые все равно придется заплатить. Мы должны это понимать, это не благотворительность, это очередной кредит. Причем под этот кредит подводят очередные политические условия. Это знаете, все равно, что я там одолжил бы деньги соседу и требовал бы не просто возвращения этих делник, пускай даже с процентами, заработав на этом, но и потребовал бы, чтобы он, не знаю, убил своего пса, жену прислал ко мне на полевые работы, а утром выходил на улицу и пел песню боже царя хранит. Вот что это за кредиты? Кредит, помощь или кредит с дополнительными политическими обязательствами, которые включают в себя контроль над нашей судебной системой, над нашими компаниями. Мне кажется, от таких кредитов Украина должна отказываться, даже под самые выгодные проценты, потому что дополнительные условия этих кредитов, что со стороны Международного выгодного фонда, что со стороны Еврокомиссии, они делают эти кредиты самыми дорогими в истории Украины, потому что если посчитать последствия контроля страны западных партнеров нашей экономики, то там не в таких процентах и в миллиардах суммах идет речь. Мы несем убытки от того, что нам сосед, давая в долг, требует резать наши деревья, потому что мы потом можем плоды из этих деревьев продавать, развивать свою промышленность, развивать свой ВПК, иметь доступ на третьи рынки. Поэтому, знаете, мне вообще постоянно ставят вопрос, почему наши политики называют кредиты помощью. Это же очевидный обман. Я не знаю, когда они берут в кого-то в долг, они тоже это называют помощью? Или они говорят, что мы взяли в долг? Или они это воспринимают как помощь? Скорее всего, конечно, мы имеем дело с такой информационной манипуляцией со стороны политиков, ничего позитивного предложить не могут, и они хвастаются кредитами. Вдумайтесь, власть хвастается тем, что ей дали в долг. Вот я не знаю, когда они сами лично, как физические особы, Владимир Александрович или Денис Шмыгалевич, когда вы берете в долг, вы кричите на этом с каждого столба? Вы об этом пост в Фейсбуке пишете, когда взяли в долг у кого-то? Лично вы. Для чего же вы страну выставляете в таком режиме? Ну понятно, что для власти новый кредит – это определенный его доверие со стороны западных партнеров, и это поддержка той модели государственного управления, которая уже сегодня существует. Коррупционный, неэффективный, но будет работать дальше, потому что получил очередной кредит. Но в этом кредите зарыт, закопан вопрос десуверенизации. Этот кредит идет вместе с нашими обязательствами, которые по отказу от независимости, от суверенитета, в управлении национальной экономикой, национальной политикой. А этот кредит все равно придется отдавать, только нам с вами, простым людям. В виде налогов, в виде тарифов, в виде каких-то новых социальных ограничений и сокращения государственной поддержки наиболее бедных слоев населения. Тем более, что за год тарифы на жилищно-коммунальные услуги для украинцев выросли практически на 40%. 39,4%. Только с октября по ноябрь тарифы выросли на 8%. Это произошло за счет роста цен на газ и отопление. Об этом говорится в данных Государственной службы статистики, с которыми каждый может ознакомиться на сайте Государственной службы статистики, но которую вы не найдете и не услышите по телевизору. Так, цены на газ за это время увеличились на 27%. Отопление подорожало на 8,6%. Если средняя цена на газ в 2019 году в Украине была 7 068 гривен за 1000 кубометров, то уже в ноябре 2020 9 860. Кроме того, с 1 декабря выросли тарифы на отопление более чем на 20%, на воду более чем на 20%, и абонентская плата на газ увеличилась в более чем полтора раза. Также с 1 мая были введены новые абонентские платы за каждую коммунальную услугу и новые услуги по обслуживанию внутридымовых сетей. Причин этому процессу несколько. Во-первых, это сохраняющийся, конечно, коболев и так называемый импортный паритет. Это когда наши энергоносители, наш уголь, наш газ, нашу нефть продают внутри страны по цене немецкой, американской или российской на международных рынках. Эту мегаприбыль, этот так называемый импортный паритет, который удерживает коболеву, помним переговоры людей, похожих на Порошенко и Байдена, как и для чего это делается, вот этот импортный паритет формирует наценку в 6-9 раз от внутрирыночной, от той, которая могла бы быть для украинцев. Этот импортный паритет фактически играет две роли. С одной стороны, он обеспечивает доход разного рода европейским прокладкам, которые якобы поставляют нам эти энергоносители в Украину. Этот доход является частью платы за внешнюю поддержку, наверное, за легитимизацию украинских политических лиц. И во-вторых, эта сверхприбыль, которая формируется в нефтегазе, в энергетических компаниях, выступает в сфере жилищно-коммунальных услуг, выступает в свою роду таким себе, знаете, квазиналогом для всех украинцев, больше половины которых не хочет платить налоги в целом. За счет этого сверхналога компенсируются, латаются дыры в госбюджете. Вот в такой системе права мы сегодня живем. Напомню вам, что год назад президент Украины Владимир Александрович Зеленский обещал снизить тарифы на отопление в два раза. Президент рассказывал, что у него есть схема, ой, тема, ой, схема все-таки, для того, чтобы снизить эти тарифы в два раза. Слова зависли в воздухе. Понятно, что энергетическая сфера остается сферой с наибольшей и политически обусловленной коррупцией. Порядок когда-нибудь, я думаю, вообще в государственном управлении должен начаться именно с нефтегаза, потом с государственных компаний, потом со всего остального. Тарифы будут расти, к сожалению. Президент свое обещание не выполнил, к огромному сожалению. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова